Предприятия жалуются на то, что в вузах и колледжах дают устаревшие знания. Учебные заведения сетуют, что на модернизацию нет средств. Как решить эти вопросы, обсуждали участники встречи, которая состоялась в одном из тверских автодилерских центров. Это представители бизнеса были, образовательные учреждения и общественные организации. В Тверской области насчитывается около полусотни вузов и колледжей, где учат всевозможным техническим специальностям. Казалось бы, этого должно быть вполне достаточно, чтобы решить проблему кадрового голода. Но нет. Мало того, что не все идут работать по специальности, так еще и бизнес говорит, в массе своей все это не то. Приходит к нам человек, получивший образование, профессиональное, как вы ее сейчас назвали, и при этом не может работать профессионально, выполнять весь спектр действий, которые требуются от автомеханика на сегодняшний день. Почему? Не хватает профессионального образования. То есть люди, которые сегодня преподают в вузах, в СУЗах и так далее, не имеют возможности развиваться сами. Попросту говоря, знания педагогов не соответствуют современным реалиям. Эту проблему успешно решают в Москве и Подмосковье, отмечали столичные участники рабочей встречи. По их словам, у наших соседей студенты успешно находят работу на производствах, автосервисах и прочих организациях, где что-то нужно делать своими руками. Мы применили компоненты национальной системы профквалификаций. Мы открыли возможности для повышения квалификации преподавателей по требованиям работодателей. Выстроили системные взаимодействия бизнеса и системы образования с точки зрения администрирования практики студентов и дальнейшего трудоустройства. Среди прочего, это означает, что бизнес пошел навстречу образовательным учреждениям, которые просто умоляют помочь решить вопрос с оборудованием. В колледжах и вузах оно в большинстве случаев всегда отстает от того, что применяется в реальности. В качестве выхода в Подмосковье создают учебные классы прямо на предприятиях. Есть высокотехнологичные современные отрасли, где колледжи никогда не догонят работодателя. Мы, как предприниматели, за год три стенда сход-развала разных меняем. Как это потянет, естественно, образование. Поэтому мы сегодня говорим о том, что общеобразовательный класс – это в рамках колледжа. Но государство должно понять, как оно будет компенсировать затраты бизнеса. Затраты бизнеса – это покупка техники и оборудования тех самых учебных классов на производстве. Ну и плюс оплата мастеров-наставников, которые, обучая студентов, будут отвлекаться от основной работы. Среди вариантов – выдача государственных грантов таким предприятиям. В целом, с таким подходом согласны и тверские участники встречи. Правда, они отмечают, что не всегда заводские специалисты готовы стать преподавателями. Специалистов на производстве пугает то, что они не умеют объяснить, что они не владеют методической базой, что у них нет каких-то определенных навыков. Они боятся, что они не смогут донести в том объеме, в каком необходимо. Вузы и колледжи выражают готовность помочь с методикой преподавания. Так что кому-то из мастеров и начальников цехов, прежде чем учить студентов производственному мастерству, придется и самим учиться мастерству педагогическому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова